Вернут ли льготы диабетикам? Отмена компенсации на приобретение тест-полосок и расходных материалов для больных с сахарным диабетом связана с 232-м постановлением правительства России, которое существенно ограничило полномочия города в области финансовой поддержки социальных программ. Это не значит, что это постановление не будет работать, деньги нам будут выделяться, но они в основном будут направлены на другие вещи, связанные с инфраструктурными решениями по городу и так далее. Меры поддержки инсулинозависимых в первую очередь были рассчитаны на детей. В прошлом году по программе финансирования больным с сахарным диабетом было выплачено более 2,5 миллионов рублей в качестве компенсации расходов на приобретение тест-полосок. Порядка 800 тысяч на расходные материалы, а также более 3 миллионов на одноразовые иглы. Нам было указано, что мы превышаем свои полномочия в данном вопросе, так как не имеем данных полномочий в социальной сфере. Мы взяли тайм-аут, то есть мы не отменили эту программу, ищем какие-то варианты. Но пока на данный момент мы понимаем, что это социально важная вот эта программа, но на данный момент к тому, что было, возврата нет. Понимаете, ищем другие варианты. Начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Минздрава Нижегородской области Наталья Очикурова пояснила, что начиная с 6 марта для инсулинозависимых саровчан будет работать схема – пациент, врач, рецепт, аптека. То есть больные с сахарным диабетом будут получать не денежную компенсацию, как это было ранее, а непосредственно препараты и расходные материалы через клиническую больницу. Чтобы было у всех понимание, механизм будет такой – пациент, как и раньше, приходит к лечащему врачу, лечащий врач выписывает рецепт на необходимое медицинское изделие, и дальше уже с этим рецептом пациент идет в аптеку, куда он всегда ходит за получением бесплатных лекарственных препаратов для получения расходных материалов. Нам нужно сделать определенные расчеты для того, чтобы заложить это и в закупку, и в процесс доставки, для того, чтобы уже необходимое количество нуждающиеся получили. Поддержка этой категории саровчан со стороны регионального Минздрава будет осуществляться в рамках территориальной программы государственных гарантий. Тест-полоски и расходный материал, который инсулинозависимые будут получать по рецептам от врача, будут преимущественно отечественного производителя. У нас есть ряд детишек, которым вы помогали, у которых установлена определенная модель помпы, и именно к этой помпе подходят только определенные модели тест-полосок. Что касается тест-полосок, здесь мы уже действуем в рамках общих норм, в том числе 44-й федеральный закон, где распространяется требование о недопущении дискриминации отечественных производителей. Если по каким-либо причинам у больного возникнет дефицит тест-полосок и расходников для инсулиновых дозаторов, средства на это будут изыскиваться из резервного фонда, и пациент будет получать частичную компенсацию понесенных расходов. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 40. Хорошо, что телевизионные камеры не передают запахов. Откровенно, за моей спиной сейчас находится гора нечистот. Пахнет она соответствующим образом, дорогие друзья. Отходы складируют практически в самом центре песчаного карьера, расположенного в нескольких сотнях метров от периметра города. Ранее осадок сочистных сооружений вывозили на городской полигон ТБО. В этом году конкурс выиграла частная компания. Планируется вывести сочистных 6 тысяч кубометров так называемого осадка. Обозначенный срок окончания работ – 30 марта. Это осадок сочистных сооружений, который проходит биологическую, химическую очистку, обеззараживание. Лежит у них там 5-7 лет. Они потом, когда этот осадок, нужно вывозить просто по закону. Он идет, у них написано, идет на рекультивацию, на газонное. По словам руководителя компании, этот осадок в недалеком будущем станет основой для плодородного слоя, который будет необходим после рекультивации песчаного карьера. Мы по проекту здесь все выровнять обязаны. Сделать и засыпать его плодородным слоем, на котором должна расти естественная трава. Как рассказал Геннадий Чапанов, эти отходы относятся к пятому классу опасности и не представляют угрозы для экологии. Отметим, что абсолютно ко всем отходам, вне зависимости от степени опасности, предъявляют строгие требования к транспортировке и хранению. Такого, кстати, осадка где-то 1060 лежит в ночных сооружениях, просто на земле. Проверив информацию в открытых источниках, мы не обнаружили в списке отходов пятого класса опасности осадка сочистных. Для получения разъяснений мы отправили официальные запросы в МУП «Горводоканал» и Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу. Ответы, которые мы получим от организации, мы озвучим в ближайших выпусках новостей. Встреча с представителем Фонда развития промышленности была организована при поддержке правительства Нижегородской области и органов местного самоуправления для представителей малого и среднего бизнеса Сарова. Предпринимателям рассказали о тех инструментах поддержки, которые может предоставить фонд. У меня лозунг всегда один. Мы вам помогаем, привозим людей, помогаем с развитием, а вы нам даете новые рабочие места и новые налоговые отчисления на все уровни, начиная от Нижегородской области и, конечно же, городским бюджетом. Фонд уже оказал помощь многим предприятиям из разных регионов России, в том числе заем получили 15 проектов из Нижегородской области. Его миссия заключается в том, чтобы инвестировать на условиях на возвратной основе, но дешевые, под небольшие проценты, под 1, под 3, под 5, по разным программам, давать займы под инвестиции предприятиям, которые попадают по КВЭДам, под ведомственным промоторгом. Проекты, которые фонд готов финансировать, направлены на разработку новой высокотехнологичной продукции, модернизацию и создание конкурентоспособных производств на базе доступных технологий. Также на встрече речь шла о существующих программах субсидирования коммерческих инвестиционных кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Внешне это все красиво, мы помогаем получать нормальный бизнес, в том, что на просвете деньги, это государственные деньги, это же, что перекладывается в 2-м экономический банк. Предпринимателей интересовало развитие внебанковских финансовых инструментов, через которые государство могло бы финансировать развитие бизнеса под более низкие проценты. По мнению представителя фонда развития промышленности, его ведомство, которое финансирует развитие бизнеса под более низкий процент, показало эффективный результат. В прошлом году фонд выдал более 20 миллиардов различным предприятиям, однако при правильном подходе объем помощи можно увеличить в разы. Программа по поддержке граждан по улучшению жилищных условий работает в нашем городе уже три года. В этом году государственный жилищный сертификат почти на полтора миллиона рублей получила соровчанка Тамара Гусева. Сейчас у нее есть реальная возможность по ее выбору на территории Российской Федерации приобрести жилье, исходя из суммы. Объясненный секрет. Тольятти. Тольятти, понятно. Ну тогда вам удачи. Комитет по управлению муниципальным имуществом напоминает, что граждане, выезжающие из Сарова на постоянное место жительства, имеют право на получение субсидий на приобретение и строительство жилья. При этом нужно соблюсти несколько условий. Одно из них – не менее 15 лет стаж работы в муниципальных, региональных или государственных учреждениях. Есть еще определенные условия, что если есть жилье на территории города Сарова, оно подлежит сдаче в муниципалитет. Как у Валерии Прокофьевны, она будет сдавать комнату в общежитии. Ну и одно из существенных условий, чтобы не было иных жилых помещений на территории Российской Федерации и не было умышленных ухудшений по их отчуждению за последние пять лет. За время действия программы в Сарове ей воспользовались три человека. Более подробную информацию можно узнать по телефону 9 90 57. Высказывание известных политиков прошлого, история выборов, избирательная лингвистика, чем грозит неявка на выборы гражданам различных стран. На эти и многие другие вопросы искали ответы ученики 10-х и 11-х классов 13-й школы. Вопросы были очень интересные, связанные с избирательной системой разных государств. Я думаю, что это очень интересно и познавательно. С приветственным словом к юным участникам турнира и будущим избирателям обратился заместитель председателя Городской думы Антон Ульянов. Он рассказал ребятам о том, как устроено государство и почему важно отставить свою гражданскую позицию. Когда люди высказывают свою позицию, когда они, может быть, зовут за собой других людей поддержать эту позицию, можно действительно принять решения, которые могут быть совершенно неожиданными, но они всегда будут в интересах народа, потому что это народ, люди высказывают свою позицию. Затем ребята погрузились в мир политики. И хотя им еще не скоро предстоит реализовать свое избирательное право, они должны быть теоретически подкованы и готовы сделать осознанный выбор, тем самым повлияв на будущее родного города, области и даже страны. Политика – это не только же дебаты или участие в парламентских заседаниях или еще в чем-то. Это же жизнь, которая происходит вокруг нас. Очередной интерактивный турнир был посвящен Дню молодого избирателя и юбилею Первой Конституции СССР. Вика Ладина подключилась к благотворительной экологической акции «Добрые крышечки» еще в прошлом году. Увидев, сколько в итоге собрали пластика для вторичной переработки, ребята решили – надо организовать дополнительные пункты приема. Вот на автомойке на плотине мы уже договорились, там есть пункт приема крышечек. Сейчас договариваемся о пунктах приема в магазинах, чтобы людям было проще сдавать крышечки, потому что проще собрать, выйти и как раз магазин рядом ты сдал. В этом году к акции присоединились не только ученики 14-й школы. Желание сделать город чуть чище и при этом помочь детям в трудной жизненной ситуации от школьников передалось и их семьям. Все семьей, конечно, прямо и мама, и папа, и бабушки все собираем, и друзья у меня все копим, все приносим, все собираем. Как объяснила нам Анна Хрусталева, учитель биологии 14-й школы, схема отправки собранного пластика на переработку понятна, а главное – есть уже договоренности с заводом на территории России, который будет этим заниматься. Когда крышечки будут собраны, мы бутылочки эти все наши красивые, разноцветные повезем на центральный пункт сбора в город Тверь. Там мы сдадим его, все крышечки сдадим, и денег мы никаких не получим сразу. То есть на завод, завод перечисляет денежки сразу в фонд. То есть для нас это чисто благотворительная акция. Как утверждают участники организации акции, собирать и отправлять на переработку пластиковые крышки от бутылок, может кто угодно, это не занимает много времени и сил. Принимают пластиковые крышки в 14-й школе почти круглый год, а ближайшая дата отправки на переработку собранного вторсырья намечена на конец марта. В основе спектакля лежит приключенческий роман Вениамина Каверина «Два капитана». Эта история, знакомая всем со школьной скамьи, в интерпретации гимназистов обрела новое звучание. Как рассказали сами ребята, в первую очередь они хотели донести до зрителя, что никогда не нужно отступать, когда следуешь за своей мечтой. Он будет интересен не только детям, но и взрослым, так как в нем поднимаются темы, которые заставляют задуматься. Самое главное в этом спектакле, что он о чем-то. Глеб играл в спектакле Саню Григорьева и его друга детства Жукова. Как и остальные артисты, Глеб блестяще исполнял свои роли, пел и танцевал. Своих капитанов сердца не забыли, не забыли. Первыми зрителями спектакля стали одноклассники и учителя юных артистов, которые сопереживали героям и поддерживали своих товарищей на сцене. Оценивали постановку представителей департамента образования. Но самое главное, те ребята, которые сегодня были здесь, не продемонстрировали готовность к взрослой жизни. Другое осознание, другое переосмысление, наверное, себя. И такие спектакли, и проживание себя в таком спектакле позволяет тебе встать на новую ступень. Новую ступень развития, новую ступень самоосознания, новую ступень, вообще понимаем, и куда же двигаться дальше. Видеозапись спектакля отправят на финальный этап конкурса Теарт Олимп Росатома, на котором жюри выберет лучшие постановки. Их представят на финале в Новоуральске. Термин лайфхак вошел в нашу жизнь не так давно. Это слово на сленге означает «житейскую мудрость» или «хитрость жизни». Придумали термин программисты. Долгое время он был популярен у молодежи. Теперь же лайфхаками стали пользоваться и библиотекари. Библиотека не стоит на месте, и мы постоянно придумываем для наших читателей новую форму работы. И в этом году мы решили предложить на вкус горожан попробовать новый формат и провести конкурс книжных лайфхаков про чтение. Суть конкурса – поделиться советами, которые читатели подчеркнули из книг, или рассказать, как нужно выбирать и читать те или иные произведения. Всего пять номинаций – «Лайфхаки от классиков», «Как найти ту самую книгу», «Берем книгу в путешествие», «Моя золотая книжная полка» и «Свободная тема». Конкурс рассчитан на участников в возрасте от 12 до 40 лет. Именно эту аудиторию библиотекари в первую очередь хотят привлечь к чтению. И вообще в последнее время быть интеллектуалом и читающим человеком очень модно. Поэтому я надеюсь, что многие захотят принять участие в нашем конкурсе. Это уже не первый конкурс для любителей литературы, который проводит Молодежный библиотечный информационный центр. И, как признаются организаторы, такие соревнования вызывают у сравчан большой интерес. Ну, во-первых, это соревновательный момент. Во-вторых, это возможность проявить свои творческие способности. Вот поэтому читатели очень активно всегда отзываются на такие формы работы. Заявки творческие работы принимают на электронный адрес Мбитс-99, собака-мейл.ру до 1 октября. Авторы лучших книжных лайфхаков в каждой номинации получат призы. Всех участников конкурса ждут дипломы. Среди акварельных и масляных натюрмортов, пейзажей и портретов, представленных на выставке, выделяются несколько работ в объемной технике декоративно-прикладного творчества. Автор этих произведений – новый участник клуба «Арт-позитив» Ирина Попова-Шемякова. Это такая необычная техника японская – создание картин из лоскутков ткани без иголок на пенопласте. Освоив новую технику, Ирина решила пойти дальше и добавила своим работам объема. Ткань она стала укладывать складками, чтобы создавалось ощущение движения. Затем в дело пошли подручные материалы. Начала что-то приклеивать, увидела, что это еще интереснее. Различные камушки, веточки и краски уже начала. Гуашь я гуашь и красила. Любое, все, что подходит для моих героев, для моих историй, я это применяла. Картина Ирины – это рассказы о ее друзьях и знакомых и личный жительный опыт. У нее, как и у остальных участниц выставки, свой женский взгляд на мир. Новая выставка «Арт-позитива» – это предчувствие весны. Здесь много цветов, света, насыщенных ярких красок и едва уловимой грусти о скоротечности времени. Каждая из участниц показывает зрителям, каким она видит этот мир. Мы настолько все разные, и мы настолько все неповторимые, то есть у каждого свой почерк. И это видно, это чувствуется, и это очень здорово. Потому что если бы мы были все одинаковые, это было бы неинтересно. Познакомиться с работами саровских художниц можно в Дивеевском доме культуры. Выставка работает до 15 апреля. Форум «Абитуриент» для старшеклассников проводится в нашем городе на протяжении нескольких лет. Главная задача этого проекта – помочь будущим выпускникам определиться с выбором специальностей и вуза. В этом году участниками форума стали пять высших учебных заведений. Список вузов составляется по принципу, с какими вузами заключены договоры рамочные, и в какие вузы в НЕФ подает заявку на целевую подготовку. В этот раз абитуриенты познакомились с пятью вузами. Это НИЯУ МИФИ, базовый ядерный университет госкорпорации Росатом, его структурное подразделение с РФТИ – опорный вуз НГТУ имени Алексеева и ННГУ имени Лобачевского. Второй раз на форуме представлен Павурский технологический университет из Южкоролы. Как показывает практика, очень много ребят еще не определились, в какой они вуз хотят поступить, поэтому формат предполагает свободное перемещение. Мы надеемся, что такая своего рода навигация поможет им определиться не только с выбором вуза, но и с выбором специальностей. После пленарной части ребята разошлись по аудиториям. Представители вузов рассказали о научных направлениях, а также о взаимодействии с базовыми предприятиями региона. Вопросы будущих студентов отличались социально-практическим характером. Их волновали и вступительные испытания, и обеспеченность общежитием на время учебы. Сейчас, я считаю, тоже очень хорошо. Абитуриенты достаточно прагматичны. Они всегда спрашивают дальнейшее их трудоустройство после окончания того или иного вуза. Нижегородский технический университет имени Алексеева участвует в форме абитуриент в Сарове уже несколько лет. И второй раз он представлен на проекте в качестве опорного вуза. Этот статус предполагает тесное взаимодействие с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Это дает университету ряд преимуществ. Это позволило увеличить количество бюджетных мест, расширить диапазон научных исследований, взаимодействие с другими предприятиями, то есть на качественном другом уровне, и подготовку кадров проводить, и обучение студентов, и выполнение научных работ в интересах предприятий. Всего в форуме приняли участие более 300 старшеклассников. Каждый из них смог в формате открытого диалога задать представителям вузов все интересующие вопросы и получить ответы, чтобы принять взвешенные решения о выборе профессии. В третий раз жители нашей страны отмечают день рождения первого человека, облетевшего нашу планету, и отдают дань его подвигу флешмобам «Подними голову». В честь юбилея Юрия Гагарина наш город присоединился к общероссийской акции. Сотрудники детской библиотеки решили добавить флешмобу информативности и пригласили к участию первоклассников 13-й школы. Они активно откликнулись, были самыми отзывчивыми, но, наверное, им это очень интересно, потому что все-таки они только начинают делать первые свои шаги в школьном образовании, им хочется, им все интересно, они хотят узнать новое, они жаждут новых открытий, новых знаний, поэтому они активно откликнулись. За 10 минут школьной перемены библиотекари рассказали ребятам о Юрии Гагарине, о значении его полета для человечества. А потом настала очередь самой зрелищной части флешмоба. Все вместе запустили в небо шарики цветов российского флага и оранжевые шарики в цвет скафандра. Гагарина посмотрели все вверх, запечатлели, порадовались. 5, 4, 3, 2, 1! Всем, кто хочет присоединиться к флешмобу, нужно сделать селфи с поднятой в небо головой и разместить ее в интернете с хэштегами «Подними голову» и «Гагарин 85». Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Аня Гончаров занимается гитарой уже четвертый год. Девочка растет в музыкальной семье, ее родители с детства увлекались фортепиано и баяном, а старший брат и сестра, как и Аня, учились игре на гитаре. Гитара очень нежная, плавная, особенно классическая и очень хорошо звучит. В этом году девочка уже участвовала в нескольких конкурсах и занимала призовые места. Однако победа именно на гитарном калейдоскопе для нее особая. Первый раз за все время выступлений Ане присудили звание лауреата первой степени. Мне понравилось награждение, вот это вот волнение, какое у тебя место. Сначала назвали участников, нас там не было, дипломантов, третья степень, вторая степень. И тут такая первая степень. Вместе с Аней на конкурс ездил Михаил Борисейко. За сольное выступление мальчику присудили второе место. Я очень волновался перед выступлением, но мой педагог Ирина Евгеньевна помогла мне справиться с волнением. Я хорошо выступил, а когда узнал, что я лауреат второй степени, я очень обрадовался. В дуэте ребята завоевали второе место, причем первое место не присудили никому. Саровским гитаристам до абсолютной победы не хватило нескольких баллов. Преподаватель Ирина Федельман высоко оценивает успехи своих учеников. Они выполнили все, что я от них хотела. Все возможное на данный момент. Все развивается. И в конце, например, этого учебного года ту же самую программу возможно. Я надеюсь, что они будут играть еще лучше. А в следующем году, если мы оставим эти произведения, они зазвучат совсем по-другому. Сейчас ребята готовятся к новому международному конкурсу, который пройдет в середине апреля в Нижнем Новгороде. Екатерина Пенова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Самое главное – это найти то, за что можно хватиться. Нерешаемых задач не существует, уверен победитель регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по химии Николай Неделько. В интеллектуальных соревнованиях молодой человек участвует не первый год и с опытом нашел свою систему по решению самых сложных заданий. Практически любое задание можно решить, если систематически к нему подходить, то есть постепенно раскручивать колбок. Победителями регионального этапа стали еще трое саровчан – Владимир Старченко, Александра Анесина и Арсений Федоренко. В марте и апреле ребята отправятся на заключительный этап конкурса. Олимпиада проводится в четыре этапа – в школьный, муниципальный, региональный и заключительный, всероссийский. Призеры муниципального этапа едут на региональный. И дальше уже те люди, которые набрали на региональном этапе нужное количество баллов, они проходят далее на заключительный этап. Всероссийская Олимпиада школьников – это самое масштабное интеллектуальное состязание в России, в котором ежегодно принимают участие более 6 миллионов учащихся. Проверить свои знания школьники могут по 24 предметам. Я участвовал по экологии, по экономике и по географии. Стал призером лишь на экологии. В следующем году я хочу выступать на тех же Олимпиадах и занятия на них еще больше призовых мест. Все больше школьников решаются принять участие во Всероссийской Олимпиаде. Победа в конкурсах подобного уровня – дополнительный шанс поступить в самые престижные вузы страны. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Как подмечают организаторы городского волейбольного чемпионата, с каждым годом интерес к этому виду спорта растет, особенно среди девушек. В этом году в матче за третье место команда 20-й школы сошлась с командой Юниор. Встреча получилась напряженной. Команда Юниор начала хорошо, выиграла две партии, потом, видимо, расслабилась и проиграла три последующих. Ну, была борьба. Уровень команд одинаков, поэтому и пять партий вышло. Наибольший интерес зрителей привлек мужской финал чемпионата. На площадке сошлись команды «Энергия» и «Старт». Сезон для обеих команд получился коротким и насыщенным. Как объяснил капитан команды «Старт» Марат Пещеров, с этим соперником они уже встречались в прошлом сезоне и смогли победить. У них не было, скажем так, капитана Александра Барабина. Он уезжал на сборы в Арзамас, играл там по Нижегородской области. Может быть, это повлияло, может быть, мы действительно были такие сильные. Каждый раз перед встречей с этим соперником команда «Старт» упорно тренируется, оттачивает подборы, пасы и блоки. В матче за первое место важен каждый забитый или пропущенный мяч. Команда находится в постоянном психологическом напряжении. «Энергия» команды «Корефей», скажем так, играют в чемпионате города давно. Ребята, большинство из сборной, как и у нас города, в принципе, достойная очень команда. Каждый раз на одном уровне стройки. Присутствие на поле капитана не спасло команду «Энергия» от поражения в этом году. В упорной борьбе спортсмены завода «Внеев» вновь одержали победу, стали чемпионами города 2019 года по волейболу. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Уже в первые минуты встречи хоккеисты «Саров-Инвеста» отправили ворота городецкого «Спартака» сразу четыре шайбы. Отыграть соперник смог только две. Еще две гости закатили во втором периоде, но в ответ получили три шайбы от саровчан. На перерыв команда ушли со счетом 7-4. Я не первый раз смотрю, и вот в эту игру смотрю, что наша команда более сплоченнее, более энергичнее. Не теряется, а как бы вот держит темп. Молодцы. Но хотелось бы, чтобы вот до конца до самого довели. Лучше, чем в ВХЛ наши играют. Так что настраиваемся на победу. Вратарь, очень молодец. Вратарь вытаскивает такие шайбы, что позавидовать надо. В третьем периоде хозяева льда окончательно закрепили свои преимущества, закончив игру с разгромным счетом 13-6. Ну, одни эмоции, то есть, ну, порадовали, как бы, ребята. Молодцы. Ну, выжили в третьем периоде. Еще раз говорю, все команды могут. Со всеми командами можно играть. Все команды дают играть. Надо просто выполнять установку тренера. В первом матче с городецким «Спартаком» в рамках серии плей-офф высшей лиги чемпионата области Саров Инвест уступил со счетом 9-7. В домашней встрече саровчанам удалось взять реванш. Завтра дерби решающее. Не им выступать нельзя, а не нам. У нас много на кону. Я думаю, что они тоже в том году. Но они в том году играли за 3-4 место, то есть первый этап они прошли. Не знаю, посмотрим. В третьей игре Саров Инвест обыграл городецкий «Спартак» со счетом 3-8 и вышел в полуфинал чемпионата области. Следующий матч команда проведет на выезде 9 марта. Саровчане скресят клюшки с Таншаевским стартом. Начало матча в 13.00. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Министерство цифрового развития, связей и массовых коммуникаций утвердило план перехода россиян на цифровое телевидение. Отключение аналога и полная замена на цифру в стране идет по определенному графику. Для жителей Нижегородской области обозначена дата 3 июня 2019 года. Однако это не распространится на операторов кабельного телевидения. Наши жители, наши абоненты, в частности, будут получать как аналоговое вещание, так и цифровое. Поэтому наших абонентов, в принципе, это никаким образом не коснется. Абонентам предлагается на выбор два пакета телеканалов. В первый стандартный входят аналоговые каналы и общедоступные цифровые. Во второй – все цифровые, а также каналы высокой четкости, которые вещают в HD-формате. Для того, чтобы пользоваться тем или иным пакетом, следует заранее изучить характеристики своего телевизора. Есть телевизоры, которые поддерживают определенный формат вещания. Есть телевизоры, которые этот формат вещания не поддерживают. Я сейчас поговорю про цифровой формат вещания. При цифровом вещании по одной частоте можно одновременно передавать целый пакет каналов – мультиплекс. Цифровой сигнал не боится помех в эфире, позволяет подключать различные дополнительные сервисы для зрителей. Если у пользователя современный телевизор, который поддерживает нужные стандарты формат видео, для перехода на цифровое телевидение ничего дополнительно покупать не надо. Еще один вариант – стать абонентом кабельного телевидения. Если телевизор старый, купленный лет 10 назад и более, если есть желание смотреть цифровые каналы, человек может к нам обратиться, и мы подключим цифровой пакет, состоящий из 70 телеканалов. Приставку эту дадим совершенно бесплатно. Отключение аналогового вещания никак не отразится на зрителях нашего телеканала. Канал 16 вещает в сетях всех кабельных операторов города. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. От селфи в современном мире никуда не деться, однако можно с его помощью познакомить жителей с историей нашего города. Для этого сотрудники городского музея организовали новый конкурс «Я поведу тебя в музей». Нам захотелось привлечь новых друзей в наш музей, чтобы они рассказали о своих любимых экспонатах, и, конечно, поддержать любителей нашего городского музея, чтобы они рассказали о тех музейных экспонатах, которые им более нравятся в нашем зале. Планируется, что конкурс будет способствовать популяризации нашего музея в других городах. Люди не попадут в закрытый Саров, однако могут через выложенные в интернете фотографии познакомиться с музейными экспонатами. В конкурсе приглашают принять участие всех горожан. Он будет проходить до середины января следующего года. Условия просты. Участник должен вступить в группу ВКонтакте, которая называется, мы специально назвали «Я поведу тебя в музей», выложить фотографию с хэштегом «Я поведу тебя в музей» не более пяти штук от одного человека. Желательно, чтобы на этих фотографиях был взрослый человек или ребенок на фоне экспоната. Сфотографироваться можно с экспонатами как постоянных коллекций, так и новых выставок. Небольшие временные экспозиции меняются каждый месяц. В выставочном зале новые выставки организуют несколько раз в год. А остальные залы – это уже традиционные залы музея. Они просто в течение года, но иногда обновляются, дополняются какой-то информацией, проходит небольшая замена. Итоги конкурса подведут 15 января 2020 года с помощью программы «Рандома». Всего будет один победитель и два призера. Они получат памятные призы.